бабам это у нас лежит ого ничего себе дитьку украинское крафтовое пиво бутылочка сейчас стоит космическую цену вот это находочка что-то лежит в траве шейк а это уху-ху ничего себе рогань 98 год сохран просто идеальный ребята но это постуночное шоу решил таким образом зима пробок особо нету но разве что вот эти шейки поэтому решила пробовать новый формат вы же просите покажи свою коллекцию ну вот выхожу на улицу снимаю на улице показываю пробочки из своей коллекции поэтому не надо писать что постанова это и есть постанова да ну кому интересно ставьте лайки пишите комментарии пробное видео если зайдет буду дальше снимать сейчас еще что подкину и подниму орлан слабоалкогольные напитки они лимонады выпускали и слабоалкоголки это конкретно под слабоалкоголки по-моему это 2000 года может 2003 2005 но не самое частое а это шо уху ёпсель-мопсель ну ничего себе говорю зима не попадает смотрите вот это не постанова это не из коллекции это случайно поднял ну просто продается рядом поэтому бывают такие чудеса так что и все постанова крым наверное 95 год примерно но надеюсь скоро вновь на всех прилавках украинских микс кстати тоже у россии это росинка росинки был филиал в крыму и по моему они назад назвала ставрика по-моему где-то там она выпускалась в киев такая ну что-то я не замечал не заезжала это что крушается тоже неплохо давненько она не валялась поэтому берем это из обменника кому нужно может могу обменять на что-то ценное пишите ссылочки вязать в описании заметил чисто случайно краем глаза и то вороны принесли новая бавария из харькова пивоварня что-то она возобновляла производство пива но сейчас же харьков активно обстреливают поэтому судьба неизвестна бэмс старое место пивоварня из львова здесь в принципе написано и она варится другого львова то есть если парша приватная броварня еще завод в родномышлеже томрской области вот это узкие вообще не заводится но раньше завозилась пробовал его а сейчас довольно таки редко даже по украинским меркам то есть заполучить его проблематично как коллекцию для обена тем более ну для тех кто не из львова и не из того региона ну и по количеству сми снега я думаю вы видите что шансов найти что-то как даже нью-йорк был сейчас намного сложнее все акватория минеральная вода вернее лимонад от мир городской это ну тоже 2005 может быть 9 немножко потрепанная тоже из обменника кому нужно без проблем обменяемся пишите пивзавод на подоле за два года или за три до своего закрытия выпустил новое пиво свой ассортимент назывался на пару и паровой двигатель видите да ну по вкусу но было что не очень мне не зашло пробовала пару раз но вот другое пиво жигулевская просто было легендарно от пизон до на подоле мы его с друзьями пили еще был такой на подоле легендарный паб ой не папа просто кафешка вот офисный понтон который сейчас пьет крафтовое пиво в те времена это 2009 10 8 после работы заходили в этот бар это наливайка было наливали разливное пиво сразу завода свежая там буквально до завода было триста четыреста метров 500 вот они это пив свежая пивко мятых пижачках под тараночку хлебали но сейчас крафт все будет по бешеным деньгам вот здесь вот у меня на райончике продавалась как помню помню как сейчас вот это вот рц кола делаю и рогань по лицензии ну это кока-кола обычная была верная кола напиток вот здесь вот в магазинчик а сейчас тут мобильный телефон и всякие это молоко а вот раньше все стеллажи были заставлены пивом и ггг круглосуточно гулянки и вечеринки были вот такая вот еще от рогани джин тоник чтобы был брэн джин тоник брэнди кола ром кола теле тоник теле тоника у меня нету страны есть но этот я не пробовал был двенадцатилетнем десятилетним, тетя покупала мне в коллекцию. Эх, времена, аж вспомнил. Черниговское ЭКО. Что ж такое? Не знаю, что в нем было ЭКО, но была мода такая. Все клеили наклейки без ГМО. ЭКО натуральное. Лет 6-8 назад, наверное. Ну и Черниговское сделало пиво. Все, в принципе, делали. Без ГМО все. Конечно, никто там в лаборатории не проверял ничего. Есть там ГМО, нету. Но мода была, и нужно было делать. Ну, до этого была мода на живое пиво. Некоторые до сих пор его варят. Спустя 10-12 лет. Сейчас на крафт. Даже не крафтовики пишут, что крафт. Бирмикс. Это от первой приватной броварни. Радлер Бирмикс. Самый первый. Неплохой был. По-моему, вишенка и лимон. Два вида пробочек было. Ну вот, почему еще не поснимаешь в тихую охоту. Даже если снега не особо много, и пробочки есть, да, конечно, лысые. Смотрите, сколько. О, не все. Восьмерки. Решил вот эти заснять лысые и нашел эти. Две штуки. Шустов. Шустов. Это коньяк. Он и сейчас выпускается, и тогда выпускался. Но это примерно 2000-е годы, начало. Решили они выпустить свое пиво. По-моему, или в Чернигове, или в Николаеве. Ну, это один владелец. Не застал его. Вернее, не попробовал, потому что был еще школьником. Если пил, то какой-то легенький оболон. А это было крепленное, по-моему, на уровне с восьмеркой. Ну, или мне так казалось. В общем, не пробовал его. Ну, эксперимент был недолгий. Там год или два. Потом закрыли этот проект и начали дальше делать только коньяки. И коньячные напитки. Донецкий пивоваренный завод. Такие пробочки к нам в Киев не завозились. Да, они, в принципе, делались только на свой регион. Донбасс. Потом Ренат закинул денежек в завод. Сделали ребрендинг. Запустили рекламу. Реклама там была, конечно, яркая. Орлы. Огни. Племена дикие. Ну, такой стиль запоминающийся. Начал от пива, называется Сармат. Ну, и пробочка с буквой С. И орлом уже начала ездить по всей Украине. И конкретно в Киеве была. Но вот это вот довольно-таки редкое. Минеральная вода. Крым. Сакский завод. Минвод. Город Саки. Не Саки, а Саки. Но все равно смешной. Такая, кто же к нам не заезжалась. Не заезжалась. Только приходится выменивать или получать в подарки. Ну, и старенькая. 2000-я, да, наверное. Сейчас все в пластике. Все воды. Оболонь. Была акция. Можно было вырыть вот такую вот Нокию. Ну, вот, наверное, 2005-й. Может, 3-й. Самое интересное, что на Оболонь обычном, светлым, была вот такая золотистая. А на безалкогольном была металлик. Вот, видите. Например, такая вот безалкогольная. Но она попадается очень мало где. А, ну вот она стоит. Виде, тоже здесь серебристая. В общем, металлика у меня нету в коллекции. То есть, с металлик ободком. Поэтому, у кого есть для обмена, с удовольствием вы меня пишите. Продолжение следует...